Мысли вслух, точны и честны, мысли вслух о том, о сём, интересны мысли, если сказаны Малащуком. Добрый вечер, уважаемые любители рок-музыки! Я надеюсь, что это добрый майский вечерок тёплый, на улице 25 градусов. И, наконец-то, мы выбрались уже перекусить на открытую веранду. Тут рядом с нами один ресторан прекрасный есть, называется он «I like wine». Я люблю вино, в переводе на русский язык. Он входит в сеть ресторанов, знаменитого ресторатора Владимира Перельмана. Перельман People сеть, так называется у него. Прекрасный, хороший ресторанчик, мы в него ходим часто и когда холодно. Ну, а сейчас, ну, сама природа говорит, пойдите, порадуйте доброжелателей, закажите себе устриц новозеландских, строчателлу с клубникой, орехами кэши и соусом песто из разных трав. Ну, обязательно, говорит, закажите себе обожжённый авокадо с камчатским крабом, ну, чтобы уже люди там радовались, уже окончательно, чтобы радовались. Ну, и, конечно, так как я изголодался, я вот вторую неделю сижу на одной жёсткой диете. Начальство разрешило заказать хороший стейк. Стреплон, правда, рыбая тут сегодня не было, стреплон, стейк, средние прожарочки, поэтому вот это всё, сейчас я буду потреблять по чуть-чуть. И мне ещё разрешили съесть одного ёжика морского с перепелиным яйцом. Ну, всё, вам доложил, потом буду рассказывать, как оно вкусно или нет. Доложу, нах, на духу скажу, честно расскажу всё. Они тут от меня просто так не отделываются, если будут гадостью кормить, я так и скажу, гадостью кормят. Ну, будем надеяться. Уважаемый любитель рок-музыки, я сразу начну комментировать. Нам еду ещё не пронесли, пронесли вот то, что мои доброжелатели говорят, никак ты не на пьёсси. Но жрёшься, я потом буду говорить, а на пьёсси уже пронесли. А принесли что? Пронесли итальянской водички из Сан Пелегрино. Хорошая водичка. И принесли фирменное их шампанское. Но это не для меня, вы же знаете, что я не пью. Это фирменное шампанское, которое заказывают и делают в Италии по заказу Перельмана. Оно так и называется Перельман. Прекрасное шампанское, по словам моего режиссёра. Она говорит, прям идёт, как, знаете, как Маша в школу. Помните? Выражение, как Маша в школу. Перельман. То есть, видать, любит человек Италию. Вода итальянская, это итальянская. Ну, это итальянская. Ну, и еда средиземноморская. Устрицы всякие, гребешки, спаржа. Будем есть. А по поводу, помните, когда ж ты уже нажрёси. То я вспоминаю один анекдот про Цыгана, когда лошадь у него сдохла. Она говорит, а что сдохла? Она её не кормила. Она говорит, а что ты не кормила? Она говорит, я хотел её приучить, чтобы она приучилась без еды пахать. Я пытался приучить себя. Не получается. Поэтому, уважаемый любитель рок-музы. Приходится, иногда есть. Вот. Ну, раза два-три в день. Ну, и уважаемые любители рок-музы. Хотя нам ещё не принесли еду, но я, как русский интеллигент, я просто обязан произнести тост. Потому что без тостов пить нельзя. Вы знаете, даже газированную воду с ангенерином только с исключением с тостом. Ну, и сама природа говорит, что надо выпить за вот этот прекрасный майский вечер. Чтобы мы вдохновлялись этой прекрасной природой, прекрасной погодой. Поэтому хочу выпить за вдохновение. О, за вдохновение, которое должно дарить нам любые природные явления и любая природная обстановка. Чтобы у нас всегда было вдохновение. Вот за это хочу выпить, несмотря ни на что. Вдохновение сочинять прекрасные рок-н-роллы и вообще жить. Вдохновение жить, наслаждаясь жизнью. Вот за вот это. Уважаемый любитель рок-музыки. Ну, когда ты напьешься, я уже чуть-чуть прокомментировал. Да, вот итальянскую водичку, сам пилигрим, напиваюсь. Ну, мой великий режиссер. Шампанское итальянское, перельман. Вот. А сейчас уже принесли блюдо, когда... Я буду отвечать на вопрос, когда ты уже нажрешься. А, вы же знаете, что я без тостов не могу. Ну, не могу. Ну, привычка вот такая вот старая, интеллигентская. А что я хочу какой-то тост произнести? Ну, раз мы уже начали про природу, то хочу продолжить в этом же ключе. И сидим, вот рассуждаем. Вот что заставляет людей писать гадости? Вот мы же никому не мешаем. Этот блог ведем там, показываем там какие-то свои приколы, путешествия, обзоры концертные делаем, спектакли обзор делаем, реценции какие-то выдаем. Ну, никому не мешают. Хочешь, смотри, хочешь, не смотри. Нет, надо зайти и написать. Гадость такая, да ты уже нажрешься. Понимаете? И вот мы сидим, думаем, ну, что их заставляет? Вот сидели, сидели, думали. А бас-гитарист группы Волчук АСД говорит мне, наверное, жизнь их заставляет. И поэтому я хочу поднять тост за жизнь, чтобы наша жизнь была прекрасной. И чтобы у этих людей она была тоже прекрасной. Чтобы они наслаждались жизнью, чтобы вся наша жизнь, нас, русских людей, была прекрасной. Вот за это хочу выпить. И потом закушу. Это очень крепкий напиток Александра Пелегринова. Потом я закушу устрицей средиземноморской. Давайте. За жизнь, за прекрасную жизнь. Но я, с вашего позволения, так сделаю, как я люблю. Я люблю с лимончиком. Вот лимончика чуть-чуть выдавить сюда. И вот так съесть. Что хочу сказать, свеженькие. Хорошо. Вот прям хорошо как-то, вот знаете. То есть жизнь прекрасна. Уважаемый доброжелатель, жизнь прекрасна. Что же вы там такие недовольные? Жизнь-то прекрасна. Особенно, когда ты работаешь с утра до вечера. И можешь себе позволить. Есть хорошие устрицы. Средиземноморские. Ну и еще закусить устрицу. Мне принесли вот такие вот. Ну не мне, нам всем принесли. Вот такие вот хорошие хлебчики с маслицем. С соусом, песто, с травами разными. Это под устрицу очень хорошо. Разбирается Владимир Пелиманов. Как надо есть устрицы, с чем. Ну что, уважаемый любитель рок-музыки. Устрицы оправдали себя. Не подвели. Устрицы хорошие были, свеженькие. Такие прям, еще пищали. Их недавно видят, открыли, еще попискивали. А мы как живодеры съели их живыми. Теперь до моских ежей очередь дошла. И хоть говорят, что испугай ежика одним местом голым. Я их пугать не буду, я их сразу съем. Вот видите, такой красавчик. Там пепериное яйцо. А сейчас я еще туда перчику. Добавлю. И соли. И я готов, как настоящий интеллигент, произносить тост. Но так как мы начали пить уже за жизнь, за ее прекрасность, за ее красоту и неповторимость, то я хочу выпить за то, чтобы жизнь у нас была прекрасна, не пугала нас, как ежик. И чтобы хейтеры не пугали нас, как ежики. Мы же не боимся ежиков. Поэтому давайте за то, чтобы мы ничего не боялись. Шли вперед и делали то, что нам положено. И предначертано небом. Вот да вот за за это. А ну-ка, чем тут нас пугают ежики? Сейчас проверим. Пугали-пугали ежики, но не испугали. У нас невозможно испугать. Вкусные. О, ежики. Свежие. Яйцо перепелиное. Свеженькое. Все класс. И соус. Они туда подлили хороший. Плюс перец, соль. Все великолепно. Вот так. Уважаемые любители рок-музыки, но продолжаем произносить тосты за жизнь. А мне принесли обожженное авокадо с крабовым мясом и соусом песто. А я никогда этого не пробовал. Поэтому я хочу выпить за то, чтобы мы в жизни не боялись пробовать что-то новое. Не страшились этого. И не сразу не воспринимали в штыки. А попробовали, распробовали. И сказали, хорошо это или плохо, уже на основании собственного опыта. И я и раз попробую, а несколько. Поэтому давайте за то, чтобы мы не боялись пробовать новое в этой жизни. А ну, что тут за новое? Или это новое, хорошо забытое старое? Попробуем. Слушайте, оно прекрасно. Знаете, я люблю пробовать новое. Вот недавно я был на шорт-парисе. И я рассказывал вам. Вот так вот. Для меня это было новое. Но это было классно. И это обожженное авокадо с крабовым мясом и соусом пессо с травами. Прекрасное блюдо. А раньше я ненавидел есть всякую траву. Потому что он непривычный был. Боялся. А страх в жизни он всегда мешает, чтобы вы были в курсе. Уважаемые любители музыки, продолжаю пробовать новое. Я отнял у своего режиссера блюдо, которое она заказала. Это сыр итальянский строчателло с клубникой, орехами кешью и с травой. Ну, вроде бы все известно, но все равно это новое блюдо. В репертуаре ресторана I like wine Владимира Перелимана. Поэтому я буду пробовать. Как оно? Тем более, я хочу сказать вам, что мы же должны брать пример с лучших. А лучших кто у нас? Конечно же, английская королева. А она, я напомню вам, ест фрукты только тогда, когда наступает их сезон. Она не ест клубнику зимой. А это уже клубника нового урожая. Пахучая. Класс. Ниль, ну это за на это надо выпить. Давайте за аристократическое новое, чтобы мы были окружены натуральными продуктами. Вот, вот за это хочу выпить. Давайте. Во всем натуральными, и даже в музыке. Чтобы была натура, живая музыка. Вот так вот. Уважаемые любители рок-музыки, ну раз мы уже поднимаем тосты за жизнь, за ее разнообразие. Выпили за то, чтобы нового не бояться. Но я хочу выпить и за то, чтобы мы не забывали старое, и знали, что самое надежное, что дает нам силу, это, конечно же, хороший стейк. А тут мудро подошли у Перельмана. Соединили традиционное блюдо, стейк, с оригинальными, новыми блюдами, которые многие, может, и не знают. Вот, допустим, соус чимичури из Латинской Америки. Петрушечка, рубленый чеснок, чеснок, орегано, оливковое масло. Вот он к мясу великолепно. И спаржа. Это все вот вместе сейчас будем потреблять. Поэтому за союз традиций и нового в этом и есть развитие. Потому что что такое развитие? Я напомню вам. Люди думают, что такое развитие? Люди об этом думали тысячелетиями, философом. И потом пришли к выводу, что у развития есть три отличительных критерия. Каких? Первый. Отбрасывание всего ненужного в старом явлении. Второй критерий. Сохранение всего важного, что было в предыдущем явлении. И третий критерий добавление чего-то нового. Без хотя бы одного из этих критериев развития нет. Это топтание на месте. Поэтому за соединение традиций, сохранение их и добавление нового. Давайте за это, за развитие. В том числе русского рок-н-ролла. В лице рок-группа Волочок СД. А ну-ка попробуем. Как они тут традиции соблюдают. А ну, сначала без новшества. Чтут традиции, ребята. Аплодирую повару. Чтет традиции. Прекрасный стейк. А сейчас мы попробуем, как новое сочетается с традиционным. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ммм. Не бояться новизны, пробовать и сохранять традиции. Давайте за наши новые русские традиции в рок-н-ролле. За рок-группу Волочко Уважаемые любители рок-музыки, вечер подходит к концу, ужин завершается. Мне принесли кофе латте, видите, с таким узорчиком, с елочкой такой. Хоть Новый год давно прошел, но мне принесли с елочкой. Я попробую. Ну, что могу сказать? Вечер мне не испортили. Кофе великолепный. Класс. Пахучий, вкусный, не горчит. Класс. А тост я хочу произнести завершающий следующий. Уважаемый любитель рок-музыки, вы думали, что я забыл? Нет. Сегодня день пионерии, поэтому поздравляю всех пионеров с днем пионерии, с днем ее рождения. И хочу поднять тост за пионеров русского рока, нового хард-рока, за рок-группу Волчака с днем пионерии. Будь готов, всегда готов. Уважаемый любитель рок-музыки, но подвожу итог сегодняшнему посещению, первому весеннему посещению ресторана на открытой улице. I like wine, Владимир Перельман. Вот здесь мы в этой красоте, в цветах полевых, видите, уже свежих, уже тут цветут всякие растения, красота. Подвожу итог. Закуски великолепные, стейк отличный, кофе прекрасный и завершающий тост будет следующий. Повторюсь за сохранение традиций, за небоязнь нового и за создание новых традиций, нового хард-рока под руководством Волощука СД. Давайте за это. И на прощание, как обычно, я всем говорю, до новых встреч, друзья! с рейхи, я вновь и вновь вновь и и и вновь. напоминаю ресторан называется i like light здесь стоят бочки это кабинки туалетные прикольно согласитесь очень оригинально все остальное как в обычном туалете поэтому я с вашего позволения схожу заглянул захожу святая святой бочечку деля на уважаемые любители живого музыки на прикольно я как диагент побывал в бочках великий философ русский только ну и спасу руки с вашего позволения видите какие тут прикольные как в банке бочечки но и руки сушить не надо молодцы не жалеет полотенец классно классно делали молодцы ну все пойдем пойдемте уважаемый любитель хватит баловаться пошли или на иван то такие гостеприимные люди не хотят отпускать меня я ну таможнюю домой поиграть не расставайся ты чё тут мы сейчас она поем на корме с поделожим хорошие люди на давайте держитесь тут не сдавайтесь главное потому что враг не пройдет пойдемте мысли вслух точны и честны мысли вслух о том о сём интересны мысли если сказаны мало щуком мало щуком